Друзья, всем доброго утречка! С вами очередной влог из Южной Кореи. Сегодня у меня на завтрак не кофе, как обычно, а лисичкин чай. Софья мне его зарекомендовала. Говорит, все звезды пьют. Очень крутой чай. В общем, я не удержалась, купила. Вот так вот он выглядит. Там внутри пакетики вот такие. И это не реклама чая. Друзья, я ничего не продаю, ничего не рекламирую. Просто решила на себе, так сказать, попробовать, потому что... Да, многие мне пишут, зачем вам худеть, вы и так такая худая. Я не гонюсь за килограммами каким-то. Я хочу вернуть форму свою. Потому что у меня всю жизнь была талия 58 сантиметров, а сейчас 62 и никуда не уходит. То есть не помогают ни физические нагрузки, ни диета, ничего не помогает. Поэтому я спуску себе все равно не дам. Я любыми способами, но я доведу свою фигуру до того вида, который мне нравится. Сейчас вот я смотрю, хочу вам показать статистику по своему каналу. Просто многие думают, что меня смотрят в основном дети. Как видите, это не так. Самая большая аудитория, 42% почти, это люди от 18 до 24 лет. Подростков, детей до 17 лет меня смотрят всего 17%. Ну, это, конечно, тоже много, но на моем канале нет кей-попа, на моем канале нет пранков, нет каких-то челленджей. Мой канал совсем не детский. Мой канал просто про нашу семью и про все аспекты нашей жизни. Сегодня я собираюсь посвятить целый день уборке, так как дома очень грязно. И всем, кому неинтересна тема уборки, можете сразу выключаться сейчас. Я понимаю, что все хотят высказать свое мнение, чтобы его услышали, но многие пишут, давайте больше политики. Кто-то пишет, давайте меньше политики. Кто-то говорит, давайте домашние влоги. Кто-то пишет, уборку только давайте. Кто-то хочет путешествия. Все-все-все абсолютно разные, всем не угодишь. Поэтому я как снимала то, что мне нравится, так и буду продолжать снимать то, что мне нравится. Извините уже, если что-то не так. В общем, поехали. У меня дел просто куча. Уборку, как всегда, начинаю со своей комнаты, с крыши, с чердака. Сразу говорю, друзья, если будет что-то неприглядное, не обессудьте, потому что это все-таки уборка. Я не убиралась очень давно. Пока буду убираться, хочу с вами немножко поболтать. Да, многие не любят поболтать, но я люблю поболтать, что уж поделать. Многие писали в комментариях, типа, того, что вы разве не в курсе, что у вас там своих проблем полно, у вас там мэр самоубился, и вообще, что там у вас творится, с ума все посходили. Зачем вы только про Россию говорите, если у вас все так плохо у самих? Ну, такой был подтекст, конечно, не я утрирую. Друзья, конечно же, я в курсе. Я в курсе про мэра, я в курсе про корейскую политику. Я интересуюсь, конечно же, не только российской политикой. Но я хочу сказать, что в очередной раз корейцы, корейские чиновники доказали, что у них есть честь и достоинство, что деньги и власть ничего не решает. Если ты накосячил, то тебя ждет ответственность, тебя ждет наказание, тебя ждет позор. Поэтому в Корее это довольно распространенное явление, как самоубийство среди чиновников. Так, я буду болтать или я буду вообще уборку делать? У меня не получается совмещать. Я либо думаю, либо говорю, либо расслабляюсь и делаю уборку. Я делаю уборку, я расслабляюсь. Короче, я, конечно, хочу принести соболезнования семье этого человека, потому что ничего еще не доказано. В принципе, я думаю, что и поступил он так для того, чтобы дело было приостановлено. По корейскому закону, если подозреваемый уходит из жизни, то дело приостанавливается автоматически. И семья этого человека, она избегает огромного позора, потому что корейские журналисты, корейские семьи, вообще, в принципе, они всегда раздувают настолько, они достают настолько всю подноготную, настолько все постельное белье начинают переворачивать. Эта шумиха длилась бы, я не знаю, несколько лет, наверное. Эту семью всю там, там бы вообще, там просто стерли бы их морально. Поэтому, чтобы этого избежать, чтобы его семья этого избежала, он пошел на такой шаг. Повторюсь, не он первый, не он последний. К сожалению, в Корее вот такая практика. Не только среди чиновников. Вообще, корейцы как бы считают, что таким способом они могут защитить как-то свою честь и достоинство, и достоинство своей семьи. Как-то так. Что касается самого этого дела, понятно, что там еще ничего не доказано, там даже не начали разбирательство. Но раз он пошел на такой шаг, то, скорее всего, там что-то действительно было. Имело место быть, какой-то косяк. И другой вопрос меня интересует. Меня интересует, почему вообще не относительно именно этого, например, мэра, а относительно вообще всех руководящих, всех людей, которые занимают руководящие должности, будь то мужчины или женщины, женщины также, кстати, могут своих подчиненных, как это сказать-то, блин, как это сказать-то, чтобы было литературно-то выразиться. В общем, независимо, мужчина или женщина, я не понимаю, зачем они прибегают вот к такому, каких-то там секретарш, каких-то своих подчиненных, принуждают к вот этой вот интимной близости. Сейчас, мне кажется, в любой стране мира настолько развита вот эта вот индустрия развлечений, да, секс-индустрия. Ты можешь инкогнито пойти там заниматься чем хочешь, никто никогда об этом не узнает. Зачем ставить под удар свою репутацию, всю свою жизнь ставить под удар, чтобы ухлестнуть за какой-то очередной там секретаршей? Я не понимаю этого чисто вот... Это, конечно, уже психология, кстати, психологию я тоже очень люблю, интересуюсь. Мне кажется, что когда человек мелькает у тебя перед глазами каждый божий день, и ты начинаешь как бы желать этого человека и никого другого. То есть здесь уже идут в ход чувства, симпатия, да, вот эта вот влюбленность какая-то, наверное. Не просто же так это всё. В общем, прямо загадочно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но в Корее это вот так. В России был аналогичный случай с каким-то чиновником не так давно. Я не помню его фамилию. То ли Слуцкий, то ли Слуцкой, то ли ещё какой. В общем, на него там тоже кучу подавали всяких жалоб, и были доказательства, там и аудио, и видео. Тем не менее, он продолжает занимать свою должность, или его даже повысили, по-моему, говорили. То есть в России, понимаете, какая разница? Какая разница вот не в менталитетах, а вообще в поведении людей? Вот и всё. Что тут можно ещё сказать? Очередной 1-0 в пользу Кореи. Хотели подстрекнуть? Да не получилось, друзья. Извиняйте. Так, короче. Закрываю рот, начинаю работать. Как вот заткнуть рот? Вот как заткнуть рот? Когда хочется поговорить. Видите, у меня здесь переноски, переноски, зарядки. Потому что здесь нет рядом розетки, и приходится вот так вот по-дурацки. Потому что с телефоном я не расстаюсь тоже вообще абсолютно не на одну минуту. Так же, как и Ангелина. Поэтому, как говорится, я могу, конечно, детей ограничивать в использовании гаджетов. Но если я сама так же делаю, если я сама живу в телефоне, как я могу от детей требовать другого? Это будет по меньшей мере смешно и несправедливо. Так, все, ладно. Сильно уж не буду красоту наводить. А то еще подумаете, что у меня всегда красиво. Мамочки, какая жара на улице. Сейчас нужно все это разложить по шкафчикам. Потом черное повесить. Черное сейчас в стирке. Потом опять это все разложить. Вам, конечно, неинтересно на это смотреть, наверное. Ну да, я вырежу это. Нафига вам это смотреть. Если еще какая-то умная мысль придет, то я включусь. Пока убираюсь совсем не до детей, поэтому заказала им пиццу. Здесь какая-то пицца, какая-то паста опять. Вот такая пицца. Они у меня только сырную едят. Любят, чтобы было просто много-много-много сыра и больше ничего. Все, друзья, на полчаса можно забыть о детях. Телевизор, пицца, кола. О чем еще можно мечтать? Сейчас нужно опять воспользоваться шуруповертом. Пришурупить вот этот вот держатель для пульта от кондиционера. Еще у меня здесь такая вот есть рамка с фотографиями. Ее тоже нужно куда-то присобачить, но я не знаю, куда лучше. Тут вот маленькая София, маленькая Ангелина. Такие классные фотки. Хотелось бы их куда-то повесить, но не знаю, куда. Все, красота. Перед тем, как пылесосить в комнате Ангелины, здесь нужно сначала навести порядок. Здесь у нее всегда срач, мусор, еда, печеньки, напитки, конфетки, маска. Короче, у нее здесь полный аквариум, террариум, крокодилы, акулы. В общем, девочка наша Ангелиночка. Ну ладно, хоть собачке теперь нравится. Вон она их рисует теперь. Скоро, глядишь, еще зайчиков начнет рисовать. После того, как убрала комнату Ангелины, помыла пол, сейчас начну убирать туалеты и ванны, комнаты. Вчера набрала просто кучу косметики, еще кучу надарили подарков. Это ханбан на традиционной корейской медицине косметика с очень ярко выраженным таким женьшеневым запахом. Обожаю. Соня там сама убирает свою комнату. Как попало, конечно, после нее приходится все переделывать, но пусть хоть как-то убирает. Она там что-то веничком подметает. Сначала собираю все половички и отправляю их в стиральную машинку. Шторка тоже стала какая-то грязная. Я тоже сейчас сниму и вместе с половичками закину в стиральную машинку, потому что она прекрасно стирается. Ей уже, кстати, 100 лет, и она все еще жива. Сейчас все это убираем. Теперь самая ваша любимая часть в корейской уборке. Я сама люблю это делать очень. Прям Новый год, друзья. Хе-хе-хе. Велища Мерри Крисмас. Велища Мерри Крисмас. Велища Мерри Крисмас. И на Хэппи Нью Ер. Хе-хе. Велища Мерри Крисмас. С душевой кабиной проделаем все то же самое. Друзья, под прошлым видео про уборку кто-то писал, что это биде. Но это не так. Биде встроено в унитаз в Корее всегда. А это... Видите, какой напор? Это минимальный напор. Если такой напор направить на Томко... Томко это как... Нет такого симпатичного названия в русском языке жопной дырки или анального отверстия. А в Корее есть Томко. И это смешно и весело и прикольно. Почему Томко есть, а названия ему нет. Короче, если такую струю направить на Томко... Я не знаю, что будет. Я не знаю, во что превратится в ваш Томко. Поэтому это исключительно для уборки. Чтобы все-все-все-все вот такие вот мерчайшие штуки, чтобы все промыть хорошенько. Напор просто огромный. Малого напора не существует. Он просто огромный. Камеру сейчас намочит, я боюсь. Видите, это все пыль скапливается. Что ж, друзья, наконец-то я дошла до первого этажа. И здесь творится полный звездец. Потому что вынести мусор. Здесь нужно за детьми вот это вот все убрать, выбросить. Короче, больше всего в жизни мне хочется сейчас доесть эту гребаную пиццу. Она так пахнет. Знаете, как я борюсь с такими желаниями? Вот так. Все! Теперь ты ее не съешь! Забудь! Разлюби ее! Хорошо, что паста выглядит неаппетитно и есть ее совсем не хочется. Все, друзья, дома идеальная стерильная чистота. Жду мужа. Сейчас он приедет и сказал, что мы будем готовить какое-то блюдо. И я буду это снимать. Наша папа пришла. Молочка принесла. Тут все продукты необходимые для блюда, которые мы будем сегодня готовить. Здесь и курица, и грибы, и лапша. Это не фунчоза? Это лапша стеклянная. В общем, здесь морковка. Все-все-все есть. Камджа перем на камджа. Так, друзья, нам для блюда необходима картошечка. Сейчас мы копнем молоденькой моей картошечки. Не знаю, созрела она еще или нет. Просто попробуем. Так. Вот этот куст самый быстрый был. Хлопка. Это даже? Выпали? Это достаточно? Стр basку? Это очень вкусно. Желаю жемушие! Сulators такой хорошенький. Чтобы собрать все блюдо. Вауэ блюды. Круто это? Не, пока не только уже. Куриник frase. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, еще нам понадобится перчик Перец у нас есть на огороде И кабачок Кабачок Цукини Который не цукини оказался вообще непонятно, что за кабачок Вот такой уродец у меня вырос Что это? Кто это? Неизвестно, но я думаю, что он вкусный будет Все равно Друзья, мы решили сегодня не снимать готовку Так как я просто безумно устала Я валюсь с ног, целый день убиралась Очень хочу спать Поэтому завтра воскресенье Завтра мы будем снимать с утра Скорее всего, завтра будет много времени Много сил Поэтому блюдо Блюдо мы будем готовить Это такое рагу, можно сказать Из курицы с овощами Все это в соевом соусе Очень вкусное блюдо Всем иностранцам нравится В общем, до завтра Люблю вас, обнимаю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok